Всем привет! У нас начинается новый влог, и я тут решила, что, так как я нечасто снимаю пустые банки, а тканевыми масками пользуюсь время от времени, я не супер, конечно, большой фанат их, но тем не менее они у меня в обиходе присутствуют, и по этой причине я буду показывать те тканевые маски, которые у меня закончились во влогах, потому что когда приходит момент снимать пустые банки, я уже про них ничего не помню. У меня закончились вот такие три штуки, мои любимые маски от Энью, в данном случае с медом, она пахла, соответственно, медом, у нее хорошая лекала, повторюсь, и она питающая, мне очень нравятся эти маски, они недорогие и действенные. Также я делала вот такую от Джигот с лотосом, здесь самое рекордное количество эссенции, которое я когда-либо встречала в тканевых масках, целых 27 миллилитров, действительно, очень это много, я измазала и шею, и вообще маска была прям, ну, пропитана до нельзя. Тоже хорошая масочка, вот здесь ее описание, в принципе, они делают мне все одно и то же, и вот такие маски, они такие нашумевшие, можно сказать, от Бовифат, в таком кувшинчике с клубничкой, была душка, это ягоды, и лекала у этой маски было такое плотное, то есть это не тоненький материал, а прям такой плотный, я не знаю, что это, хлопок или из чего, кстати, их делают, тоже неплохая маска. И у меня еще в запасе, я вам показывала, помните, бокс с масками мне дарили, очень много, короче, у меня их еще, и вот эти вот две были из этого бокса. Кровать скрипит. Всегда все было хорошо с моим матрасом, сколько он у меня уже лет, всем, наверное, в обиходе, и все с ним было нормально, я спала прекрасно, мне было удобно, но вот Мила спит как-то непонятно, или я не знаю, что она с этим матрасом делает, когда я не наблюдаю, или она на нем прыгает ногами, или она с разгона в него врезается, я не знаю. Вылетела пружина, или что с ними там происходит, и матрас просел, там яма вот такая, и никак это не выровнять, вот с ее стороны, и я сейчас сижу в этой яме. Так что матрас, я так понимаю, не ремонтируется никак, наверное, да, если пружина вылетела, хотя, может быть, как-то их там распарывают и вставляют. В общем, наверное, нужно покупать новый матрас, а матрас, это, знаете, дело такое, ну, не самое дешевое. Я вчера легла спать с полувлажными волосами, потому что я сушила волосы, и планировала, как обычно, их уложить у Леши дома, но у него какая-то дебильная опроводка, когда ремонтировали, с электричеством накосячили, и оно там блымкало-блымкало, я думала, сейчас, ну, я посушу быстренько, потому что я не могу ходить с неуложенными волосами, вылетели пробки, короче, Леша выбесился, и я не посушила волосы, и поэтому у меня такая вот естественная волна, естественная такая, кстати, мне нравятся мои волосы в таком виде, хотя я всегда любила выпрямленные волосы, и я давно смотрела на кое-что в магнит косметики, а именно на набор вот таких эластичных бигудей, и какой-то гаджет по продеванию волос, наверное, в эти бигуди, только инструкции здесь, короче, нет. Сегодня скидка была 20%, мне это все дело вышло в 263 рубля, я не знаю вообще, подойдет или понравится мне эта вещь, короче, вот такие бигуди, есть вот такая вот длинная, слушайте, а может быть туда волосы прям надо продевать вовнутрь, потому что здесь внутри пустое, может быть надо все-таки запихивать эту штуку сюда, в бигудю, а ну-ка, давайте попробуем, продевается хорошо, а ну-ка, допустим, я хочу вот здесь, и что, я их продеваю туда, что ли? Непонятно вообще, ага, и что? Вот так, что ли? Я хочу, знаете, как накручивать? Делать пробор, и примерно вот отсюда, вот так, вот где скулы начинаются, отсюда их завивать, потому что мне не очень нравится, когда вот объем у лица, вот здесь, мне он увеличивает лицо, потому что оно и так у меня круглой формы, и я вот все время, почему ношу прямые, потому что мне вот нравится, когда вот скрывает все, поэтому буду закручивать отсюда, поэтому мне вот отсюда, допустим, надо завернуть, я думала, что это все вот так вот, не надо ничего продевать, прямо вы наматываете, как-то вот так, сами наматываете, ну, типа вот так вот, ага, она так не держится, короче, все-таки надо продевать, что-то тут застряло уже у меня, продеваем, и она сама, я так понимаю, короче, что-то непонятное, что-то непонятное, как оно должно держаться, а, ну, может быть так, ну, то есть на длинные волосы я не смогу сделать до конца, я так понимаю, я вот планирую не досушивать до конца волосы, вот так вот все это делать, а потом досушивать вместе с этими бегудями, ну, ладно, мне очень хотелось попробовать, так что в магнит косметики данный набор имеется, хочу вам показать заказ Фаберлик, в этот раз была косметика и кое-что очень полезное для дома, для кухни, что нам давно нужно было, но все, никак руки не доходили приобрести. В этот раз я решила взять гели из новогодней серии, каждый год у них выходят какие-то новинки, лимитированные под этот праздник, и я взяла, вернее, это Мила выбрала, два геля, новогодняя выпечка, посмотрите, какой милый дизайн, ангелочек такой, на полумесяце сидит, и я взяла, меня очень влек этот аромат яблоко-корица, хотя корицу я в чистом виде как-то не особо люблю, там в кофе добавлять, может, надо попробовать, но яблоко с корицей мне очень нравится, это прям действительно создает все рождественское настроение, все эти запахи, очень приятные, действительно, яблоко с корицей, зелененький он такой уже со снеговичком, 200 миллилитров здесь, что здесь написано, момент, когда зимним вечером дом наполняет аромат чая с яблоком, и корицей можно вспоминать весь год, погрузить в зимнюю сказку, вот, а новогодняя выпечка, как по мне, знаете, когда тесто вместе с цедрой запекается, оно все это в комплекте издает особый аромат, один мы оставим себе, а один мы, наверное, подарим, сейчас я вам покажу, мы тут составили два подарка для девочек и школьниц, для девочек школьниц, да, я вам в конце покажу, что мы положим в каждый подарок из вот этих вот гелей и того, что я еще вам сейчас покажу. Взяли мы из обновленной, ну, с милой выбирали, из обновленной серии бьюти-кафе, она теперь у нас выглядит вот так, суфле для тела, грушовое парфе, вот такое вот оно, зелененькое, пастельный такой цвет, я не буду распаковывать, но я даже через упаковку слышу аромат грушового лимонада, раньше, до обновления у Фаберлика уже был аромат, я не помню, тоже с грушей, он как-то там, груша в карамели назывался, пахнет точно так же, только там не было гремов для тела, действительно пахнет каким-то сливочным дюшесом, очень приятно, по 150 миллилитров здесь, также я взяла, это я выбрала, малиновый, как он называется, малиновый мельфей, вот такой вот розовый, нежное суфле для тела с ароматом малинового мельфея, питает, увлажняет кожу и дарит массу положительных эмоций на весь день, я не знаю, что такое мельфей, но это, наверное, что-то тоже кондитерски вкусное, и здесь аромат, тоже я чувствую его через даже вот эту железяку, это как раньше, тоже в бьюти кафе была малина, тоже вкусно пахнет, очень классно, и Мила захотела себе вот такой скраб, тоже малиновый мельфей, короче, отполирует кожу, делает мягкой, ее гладкой и бархатистой, что здесь у нас, здесь какая-то пудра косточек, я не знаю, вот я вижу здесь малиновые косточки, они там виднеются, такие темные, ну и, наверное, какой-нибудь сахар может быть здесь, в общем, эти скрабики не супер прям жестко скрабирующие, как я люблю, но побаловаться можно, смотрите, варенье, малиновое варенье, здесь 120 грамм, и пахнет тоже так же, как и суфле для тела, мы уже брали из банановой серии крем для рук, он у меня сейчас на руках, он действительно пахнет банановой мякотью, именно вот продуктом, этим фруктом, бананом, не косметическим ароматом, а самым натуральным бананом, и взяли, посмотрите, какое позитивное мыло, как и упаковка, жидкое для рук банановый мусс, вот, пахнет оно ровно так же натуральнейшим бананом, очень приятное мыло, оно густое, здесь 200 миллилитров, ну, посмотрите, оформление, конечно, просто шикарное. Ну, и последнее, что мы взяли из бьюти-кафе, это лаймовый сорбет, вот такой крем для рук, здесь, кстати, все прям запечатано конкретно, то есть никто до вас не пользовался этим продуктом, дико извиняюсь, конечно, но по-другому не открыть. Крем с изысканным ароматом лаймового сорбета защищает, восстанавливает кожу рук. Ну, это такой свежий, свежий лайм. И, кстати, эти крема, они отнюдь нелегкие, они, я бы сказала, средние по питательности, ну, такой очень легкий, цитрусовый, сладкий аромат, и опять же, с какой-то вот нотой мороженого, какая-то вот сливочная присутствует здесь нотка. Короче, много мы что набрали из бьюти-кафе, и давайте сейчас я вам покажу, как мы хотим с милой подарить девочкам наборы. Ну, такие символические подарки, я думаю, им будет очень приятно. Взяла я вот такие два пакетика, они по 30 рублей на сайте, один с овечкой, это серия Love, есть у Faberlic новая, смотрите, какая милота, это размер M, то есть еще есть большие варианты, есть поменьше, ну, поменьше не было, взяла я такие. И из одноименной серии бьюти-кафе, такой французский Прованс, с кексиками, макаронами, в общем, я чуть забыла, как там Мила хотела сделать, вроде она планировала, да, вот такие вот зеленые взять, наименование гель для душа с корицей, и суфле с персиком, хотела сказать, с грушей, положим в пакетик, вот так вот в один, будет это у нас подарок номер один, и во второй пакетик мы положим новогоднюю выпечку вот такую и малиновый мельфий. Еще Мила выбрала себе два бальзама для губ, сейчас я вам их покажу, вот пакетики, вот так вот будут выглядеть, она взяла себе тоже грушу из бьюти-кафе, я с обманула, крем был для рук не последний из бьюти-кафе, что мы взяли, бальзам вот такой с грушей, и вот такой с бананом, банановый, соответственно, такой вот желтенький, а грушевая парфе, соответственно, зеленый. Вот, я думаю, может быть, мы их еще положим также в наборы, к розовому, допустим, желтенький, а там, где у нас зелененький, зелененький, и будут вот такие по три наименования, гель для душа, крем для тела и бальзам. Далее, что я еще взяла? Была акция, там при покупке от скольких-то там рублей, можно было взять по хорошей цене пасты из серии тройное действие, у меня же была обеливающая и освежающая, меня, в принципе, они устраивают, они зафольгированы, сейчас я сниму. Обычная такая белая паста, нет там никаких слоев многоцветных, активный уход, кора дуба, кора дуба, это у нас для десен, десны без воспалений, крепкие зубы и комплексный уход, у меня есть некоторые проблемы с деснами, вот на верхних зубах, они у меня кровоточат время от времени, особенно с моей новой электрической зубной щеткой, я ее купила пару месяцев назад, кстати, вам еще не показывала, но покажу как-нибудь попозже, в общем, она прям конкретно там дребезжит, и у меня кровоточат десны, от этого, в общем, когда кровоточат, когда нет, ну, я не знаю, короче, буду пользоваться этой пастой, мне полюбились кондиционеры для белья, от Фаберлик, из их серии Дом, Фаберлик, и у меня был с орхидеей, закончился, приятный аромат, и вот я уже рассказывала, что я плед стираю, допустим, с этим кондиционером, потом он прям так вкусненько пахнет, сейчас у меня органа, такая золотая, стоит в использовании, и я решила взять вот такой вот розовый бархат, 500 мл, особая забота о тканях, яркий цветочный аромат, с благородными нотами мускуса, и розового масла, в общем, что здесь, интенсивный чувственный аромат, свежесть, легкая глажка, я вообще вещи не глажу, вообще никакие не глажу вещи, не постельное белье, ничего не глажу, соблазнительная мягкость, и антистатический эффект, вообще я не большой любитель запаха розы, но здесь очень приятный аромат, я обожаю нюхать кондиционеры для белья, это у меня, знаете, такой наркотический транс происходит, когда я нюхаю, обожаю кондиционеры для белья, я питаю к ним какую-то особую любовь, и очень мне нравится пробовать всякие новые ароматы, короче, здесь роза очень шикарная, такая пудровая, не роза Болгарии, которую я терпеть не могу, все очень красиво и приятно, и, как обычно, мерный, мерный колпачок, Миле очень понравился данный шампунь, из серии No Snow, только у нее был зеленый, что-то там для роста волос, я не помню, я ее взяла для разнообразия, она попросила морские минералы против выпадения волос, вот такой розовенький, она говорит, что действительно хорошо промывает волосы, они свежие, ей нравится, здесь небольшой объемчик, 200 мл, он, наверное, как обычно, да, как и все шампуни против перхоти, кремовый, ну и приятно пахнет, вообще, я тоже покупаю себе иногда против перхоти шампуни, потому что у меня впечатление, что они хорошо промывают кожу головы, вот, я думаю, что она берет и выбирает себе эти шампуни, тоже из-за этого, ну, не могла я пройти мимо тональника, из серии Glam, гляньте, так не видно, а вот так видно, Glam Team Makeup, в общем, он был всего лишь за 350 рублей, это очень хорошая цена, здесь у нас 30 мл, SPF 15, и оно позиционируется, как увлажняющее, просто, ну, я сижу в инстаграме, смотрю, кто там, что пишет про косметику, и там многие, действительно, прям, прибывают, ну, если не в восторге, то им нравится, у меня оттенок слоновая кость, я еще не пользовалась, не наносила на лицо, и вот так вот по оттеночку, мне кажется, что это мой, потом, там у них делятся на, делятся оттенки на розовый потон, нейтральный и золотистый, или песочный, я не помню, но у меня, короче, по-моему, слоновая кость, это или нейтральный, или золотистый, в общем, посмотрите на сайте, я оставлю ссылку, легкое тонирующее покрытие, с натуральным финишем, для нормальной и сухой кожи, у меня как раз в период зимы сохнет лицо, и я покупаю себе какие-нибудь увлажняющие и ухаживающие тональники, слушайте, ну действительно, слился он с кожей так хорошо, и очень приятная у него такая, знаете, как будто тональник смешанный с каким-то хорошим таким увлажняющим кремом, в общем, на руке он просто растворился, я, конечно, не знаю покрывающую его способность, во влоге мы с вами посмотрим, буду тестить, потому что, ну все пишут, что просто кайф, закончился у меня очередной крем для кожи вокруг глаз, и мне понадобился новый, в общем, я решила, что для этих областей, небольших, да, на лице, я не буду покупать объемы свыше 15 мл, ну потому что я от них устаю, полгода, либо месяцев 7 я ими пользуюсь, короче, мне они надоедают, и вот я прикупила себе 15 мл крем-геля для век, из серии Bio Glow, она у них такая оранжевая, там еще, кстати, есть жидкие патчи, вот я думала их купить, ну, короче, взяла в итоге просто крем-гель, потому что жидкие патчи были в объеме 30 мл, в общем, очень милая упаковка, и, кстати, с носиком, конечно же, намного удобнее наносить, мне надо в баночку лазить, у меня просто до этого был в баночке, тоже от Faberlic, в общем, я им начала пользоваться, пока ничего сказать не могу, я уже говорила, что у меня особых проблем вокруг глаз нет, я просто поддерживаю ее в хорошем увлажненном состоянии, охлаждающий эффект, написано, не заметила, возвращает кожу вокруг глаз свежесть и здоровое сияние, стимулирует микроциркуляцию и сокращает морщинки под глазами, ну, дай Бог, чтобы это все было, тут очень много чего написано, неоцинамид, в общем, кофеин и все прочее, имеет эта серия, я так поняла, такой легкий цитрусовый аромат, ну, у них и в каталоге там все в апельсинах, вся эта серия в апельсинах, что я взяла для дома, у нас проблема такая с Лешей, у нас вечно какие-то тупые ножи, вечно как надо что-то порезать, особенно кусок мяса вот такой мне приносит Леша, мне надо его порезать, это вообще ужас, и нам нужна была точилка для ножей, и Фаберлики она относительно недавно появилась, эргономичный аксессуар для профессиональной заточки ножей в три этапа, сейчас покажу, как она выглядит, я уже ей пользовалась, и ножи наточились просто вот, просто на раз-два, вот такая вот конструкция, здесь прорезиненные такие штучки, чтобы это все дело, видите, не скользило, вы ставите, ну, я правша, поэтому я ставлю левой рукой, здесь есть пазы, они пронумерованы 1, 2, 3, типа это подготовительный этап, это заточка, это потом полировка, но на самом деле, как по мне, вот первый и второй, они одинаково затачивают нож, третий просто, ну, не знаю, наверное, он реально полирует, потому что он не такой жесткий, как 1 и 2, берете ножичек, тут вообще прописана инструкция, что вы можете как бы повторять возвратно-поступательные движения, вот, ну, я вот так не могу шкребать, потому что мне неприятно, неприятен звук, короче, на точке ножей, поэтому я вот так беру нож и 1 раз провожу, 1, так, 2, то есть я не пилю, как пилой, вот, короче, мне понравилось, действительно, у этого гаджета вообще много отзывов, я поэтому взяла, хорошо натачивает ножи, стоит в каталоге 400 рублей, ссылки я на все оставлю, ну, и на закуску я взяла опять свои самые любимые, не хочу произносить это слово, на букву Т, короче, нижнее белье свое, самое любимое, обожаемая мною модель Вера, тоже вам оставлю ссылку, это вот такие вот абсолютно невесомые, нижнее, нижнее белье невесомое, у меня размер С, цвет белый, и у нас в составе здесь 85% полиамид, 15% эластан, и, соответственно, ластовица, конечно же, из хлопка, в общем, это офигенное белье, у меня уже много экземпляров, из серии Вера, я обожаю, во-первых, они, ну, это, конечно, не бесшумное белье, но меня полностью устраивает, толщина здесь, швов у меня под одеждой, под одеждой, облегающий, ничего не выпирает, они очень удобные, невесомые, классные, кружево красивое, короче, я обожаю, обожаю нижнее белье от Фаберлик, в общем, не знаю, с чем я взялась, за кровать, это был весь мой заказ, он получился достаточно объемный, спасибо, что посмотрели мое видео, у меня есть паблик про косметику, куда я что-то давно ничего не писала, поговорим за косметику в инстаграме, так что заходите, смотрите, всем спасибо за просмотр, всем пока!